Поисковый отряд Лиза Алерт набирает волонтеров. Астраханцы могут дополнить отряд. Добровольцы требуются в группу просмотра и анализа снимков. Помочь может каждый. Каким образом? Узнаем у Константина Костырина, федерального куратора Павловского и Уральского федеральных округов добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Константин, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как принять участие? И много ли астраханцев уже откликнулись на ваш призыв? Ну, смотрите, у нас Лиза Алерт в Турканской области месяцев 4-5 работает, насколько я помню. Естественно, уже много поисковых и дневничных. Пока это все-таки в связи с коронавирусом достаточно сложно происходит. Большая часть это либо онлайн было во время коронавируса, либо, так как в чат, мы только стараемся начинать выезжать. Ну, смотрите, работать онлайн, учиться онлайн мы уже научились. А как можно заниматься поиском людей онлайн? Ну, на самом деле гигантская работа по поиску проходит именно онлайн. То есть есть большая категория ребят, которые занимаются поиском из дома, из-за компьютера. Это наши инфорги, которые, собственно говоря, занимаются общением с заявителем. Они опрашивают заявителя, они прозванивают больницы, они разговаривают со службами и ведут всю информационную часть поиска, которая в основном остается, естественно, за кадром. Но польза от нее, это, наверное, процентов 70-80 от всей поисковой деятельности. Так что не обязательно выезжать. То есть у нас очень много мам, там, маленьких детей, которые инфоржат. Также у нас, естественно, есть группа просмотров, где люди отсматривают снимки с квадрокоптеров. У нас есть оперативная картография и просто картография, где люди сидят дома, там, готовят карты и потом осуществляют поддержку. То есть вещей, которые можно производить онлайн, очень много. Опять же, естественно, у нас есть обучение, которое мы не проводим в онлайне. Сейчас у нас, например, запускается обучение по многим поисковым специальностям, куда тоже ребята с самарского отряда уже записались многие. Ограничений для добровольцев нет никаких, правильно ли я вас понимаю? Абсолютно каждый может принять участие, да? Единственное условие с 18 лет, поскольку деятельность, ну, то есть человек должен отдавать отчет в своих действиях, то есть по закону, соответственно, мы принимаем людей, которые 18 лет и старше. Ну что ж, вас достаточно легко найти в сети. Большое спасибо, что рассказали о том, как проходит работа.